Добрый вечер, друзья. Я вам скажу так. Наша бригада комбайнеров делится ровно на три части. Пьющие, закодированные, нет, и закодированные дважды. Так вот, закодированные дважды я намолотил больше всех. И начальство выдало мне три путевки в Таиланд. На меня, на жену и на Лидию Сергеевну. Мою течу. Теча заявила, что она едет обязательно, потому что Таиланд это ее любимая африканская страна. Мечтаю, говорит, увидеть родину кенгуру. Собрали две сумки, той же поменьше все наши вещи, 15 пачек макарон, 19 банок тушенки, той же побольше, тещин купальник. Приехали в Таиланд, поселились в гостинице, поели тушенки с макаронами и пошли на обед. А после обеда на пляж, там отдыхающие катались на надувном банане. Когда мы с женой сели на банан, инструктор попросил подождать еще шесть человек для комплекта. Тут к нам присоединилась теща, банан ушел под воду, утащив за собой катер вместе с инструктором. Акула напала на тещу неожиданно. Укус на спине был такой огромный, что от полученных ранений акула тут же ушла на дно. Потом тещу увлекло зрелище, когда катер потащил за собой парашютиста. Но раздумывала она недолго. Два танца в предключении шоу накинули на ее могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали «Гоу!». Катер поехал, теща начала разгон, снося на своем пути замки из песка, зонтики и зазевавшуюся публику. Подбежав к воде, она поджала ноги и пошла над водой набреющим, отопив при этом два гидроцикла и три катамарана. Когда теща отдалилась от берега, народ на пляже замер в ужасе. Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера. Танкер, увидев угрозу справа, дал тревожный гудок. Теща, видимо, с испугу дала ответный. И стала набирать высоту. Она находилась как раз над танкером, когда стропы парашюта лопнули. От верной гибели танкер ушел на веслах. На следующий день мы поехали на сафари. Когда мы проезжали и я столбенел. Если бы на них была одежда, я подумал, что приехали тещины родственники. Но шутить по этому поводу не рискнул. Где-то на пятом километре на нас напал молодой бабуин и попытался отобрать у тещи корзину с продуктами, за что и был жестоко наказан. Она засунула его голову себе под мышку и пошла на удушающий. Бабуин тут же попросил пощады и показал тещи паспорт гражданина Вьетнама. Провехав еще метров 800, мы увидели огромного тигра. Зверюга сидела под деревьями, что-то жевала. Инструктор сказал, кто не побоится покормить зверюгу колбасой, тот получит шоколадку. И достал из бардачка батон вареной колбасы. Через 10 минут тигр и Лидия Сергеевна мирно обедали, сидя в тенечке. Зверюга, как и положено, ела колбасу, а тигр шоколадку. На следующий день мы поехали в аквапарк. Когда теща вышла из раздевалки, наступила гробовая тишина. Не пели даже птицы. Рыбки в аквариуме сбились мордами к стеклу. Одета Лидия Сергеевна была в купальник 1953 года, и всем сразу стало понятно, отчего умер Сталин. Мы с женой пошли на горку и позвали с собой тещу, что оказалось большой ошибкой. Мы с супругой съехали по желобу, влетели в трубу и вылетели в бассейн. Сверху послышался звук отъезжающего локомотива. С чудовищной скоростью теща влетела в трубу, но из трубы не вылетела. Она в ней застряла. Сзади неумолимо набиралась вода. Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда. Канарейка отодвинула крыльями прутья клетки и побежала к выходу, забыв, что умеет летать. И тут прорвало. С криком, мол, вот и я! Теща, подобно айсбергу, рухнула в бассейн. Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже. Секунд двадцать теща сидела в абсолютно сухом бассейне, пока вода вместе с людьми и тренажерами не стекла обратно. Аквапарк был закрыт по техническим причинам. На следующий день мы пошли в тайский ресторан. Там подавали морепродукты. Мы заказали амаров. Рядом с нами амаров ели немцы, помогая себе щипцами. Лидия Сергеевна положила своего амара на кусок хлеба и съела полностью. Злух был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень. Владелец ресторана взял у тещи автограф. Когда подавали черепаховый суп, официант спросил, вам черепаху с панцирем? Немец сказал на ломаном русском, если с панцирем, плачу я. Теща ответила, если хватит он, черепаху может даже не варить. Тащи так. Сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щеки Лидии Сергеевны, ее это не спасло. Нижняя челюсть немца лежала на тарелке. Хозяин ресторана попросил тещу расписаться у него на плече, чтобы потом сделать из этого татуировку. На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили женой две монетки на счастье, чтобы вернуться сюда опять. Теща кинула в океан банку тушенки. И я понял, что теперь мы вернемся в Таиланд. По-любому. Спасибо, друзья.